В упорных тяжелых боях В упорных тяжелых боях наступал 1944 год Михаил Иванович Калинин в новогодней речи От имени партии правительства дал торжественное обещание народу В наступившем году Красная Армия полностью освободит от захватчиков территорию нашей страны К началу 1944 года советский народ возглавляемой партией Добился военно-экономического перевеса над врагом Страна готовилась к решающим сражениям Враг был еще очень силен Фронт разрезал нашу родину от Белого до Черного моря Нам противостояла мощная пятимиллионная фашистская армия Ставка Верховного Главнокомандования детально разработала планы гигантского наступления Правильно оценив свои возможности и замыслы противника Удары намечались по трем направлениям Главный удар на юго-западе С целью разгромить группы армий Юг и А Освободить правобережную Украину и Крым На северо-западе разгромить группу армий Север Снять блокаду с Ленинграда Выйти к Прибалтике На западе сокрушить группу армий Центр И освободить Белоруссию В войсках шла большая повседневная активная политическая работа Бить врага не только числом, но и умением Коммунисты неустанно готовили бойцов к будущим схваткам Приближающим победу Началом решительного наступления должна была стать операция Цель которой освобождение Ленинграда от блокады 14 января 1944 года Выступили Ленинградский и Волховский фронты При поддержке Балтийского флота Советским воинам помогали отважные партизаны За короткий срок преодолев неистовое сопротивление фашистов Красная армия продвинулась вперед почти на 300 километров Жгучая навесть переполняла сердца советских солдат При виде варварских злодеяний гитлеровских вояк Кичившихся так называемой европейской культурой Никогда не забудут мужественные ленинградцы и вся страна На тот день 27 января 1944 года Ленинград полностью освобожден от блокады Позади 900 героических дней небывалой обороны Исключительно важными в планах советского командования Были военные операции на Южном фронте Развернулись сражения за правобережную Украину В конце января, начале февраля Войска 1-го и 2-го украинских фронтов Окружили и разгромили 10 немецких дивизий В районе Корсунь-Шевченковский Враг не ожидал такого стремительного натиска Приближалась весна И фашисты полагали, что теперь В связи с началом распутицы Можно пока не опасаться наступления русских Но противник просчитался Именно здесь, на главнейшем южном участке фронта Планировались дальнейшие удары По раскисшим дорогам Упорно продвигались войска Несмотря на сильнейшую распутицу На которую так рассчитывали фашистские стратеги Войска 1-го и 2-го украинских фронтов Продолжали атаку сходу Эти равнины Политы кровью советского солдата С боем преодолевавшего Каждый метр такой родной земли Занятой ненавистным врагом Гитлеровцы потеряли инициативу Дальнейший ход войны Детально планировало наше командование Решали советские солдаты и офицеры В марте 44-го года Воинские части 1-го и 2-го украинских фронтов Вышли на реку Прут Границу СССР и Румынии В это же время войска 3-го и 4-го украинских фронтов Успешно наступали на юге Украины Освобождены города Николаев и Одесса Итогом этих операций Стал полный разгром мощных сил противника На правобережной Украине Боевые действия наших войск на Украине Подготовили изгнание оккупантов из Крыма Как и революционные бойцы в гражданскую войну Солдаты частей 4-го украинского фронта Форсировали Сиваж В апреле была прорвана оборона фашистов В северной части Крыма И на Керченском полуострове Неудержимым натиском взята Керчь Своих освободителей встречает Симферополь Яростное сражение развернулось под Севастополем При штурме сильно укрепленной Сапунгары 250 дней героически обороняли Севастополь наши войска в начале войны Всего лишь 3 дня выдержали фашисты натиск советских солдат 9-го мая они вернули родине легендарной Севастополь Мы клялись вернуться И мы вернулись За 35 дней боев в Крыму Наголову разгромлена 200-тысячная группировка противника Такие победы становились привычными Для советских войск В результате зимне-весеннего наступления Красная армия к июлю 1944 года Освободила свыше трех четвертей оккупированной территории Только в июне 1944 года Когда стало ясно, что Советский Союз Может и сам разгромить гитлеровскую Германию Союзники открыли 2-й фронт 6-го июня англо-американские войска высадились в Нормандию Но по-прежнему Основная масса войск врага была сосредоточена На Советско-германском фронте Фактически продолжалось единоборство Фашистской Германии и СССР В день третьей годовщины войны Советское командование приступило К белорусской операции Мы наступали на огромном фронте От Западной Гвины до Припяти Здесь оборонялись 63 усиленные немецкие дивизии Но враг уже не мог диктовать свою волю Как в начале войны Наше превосходство в людях было двойным В артиллерии почти тройным В танках и авиации более чем четырехкратным Но главное в чем мы неизмеримо превосходили врага Что нельзя вычислить никакими цифрами Это в духовной силе и мужестве советского солдата Воспитанного страной и партией Части Красной Армии взломав фашистскую оборону Окружили и уничтожили в районе Бобруйска и Витебска Мощное соединение фашистов После разгрома вражеских флангов Открылась дорога на столицу Белоруссии 3 июня советские войска ворвались в Минск Приближался неизбежный конец кровавой оккупации КОНЕЦ Развивая темпы наступления Красная Армия В августе полностью освободила Белоруссию И большую часть советской Литвы К концу ноября Разбив в жестоких схватках группу армий Север Очистила от врага всю советскую Прибалтику Враг отступал с металлургом Таимой лавиной наших войск Недолгая оборона и долгое отступление Становились основным видом боевых действий врага Москва вновь увидела результаты наших славных побед 57 тысяч пленных солдат и офицеров Провели под редким конвоем по улицам столицы Вот лишь когда враг сумел пройти по Москве 20 августа войска 2-го и 3-го украинских фронтов Начали Яско-Кишиневскую операцию На врага обрушился страшный артиллерийский удар Свыше 240 орудий и минометов крупного калибра На каждый километр участка прорыва Яростно сражавшиеся на этом участке Пять неприятельских дивизий Были разбиты за один день Тишинев Тишинев вновь стал советским И вновь советской Вся Молдавская ССР Героический 44-й год Стал началом завершающего периода Великой Отечественной войны Красная армия Изгнала врага со всей советской территории Эти пограничные столбы Вновь гордо встали на границах нашей родины Как обелиски побед Кончался 1944-й год Советская страна была полностью освобождена от захватчиков Приближался 1945-й год Год победы Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok